Привет, я Лена Ангел-Виль, коллекционер кукол из Израиля, и я коллекционирую с самого детства. Ну, я не знаю, прям супер сознательно лет с 11. Если вы со мной не знакомы, то сейчас я покажу свою коллекцию до 31 декабря 2023 года. Остальных кукол, которые пришли чуть позже, я отложила, чтобы в следующем раз, если в следующем году мы все-таки снимем еще один обзор, было очень легко понять, что изменилось. А если вы меня знаете, очень рада вас видеть снова. Меня об этом видео просили очень много раз, более того, очень много лет. Раньше я каждый год это делала, потом в какой-то момент поняла, что не могу их уже пересчитать, и если говорить о каждой кукле чуть больше, чем ее название, то видео получается настолько длинным, что надо либо делить на несколько, либо, ну, просто никто полностью не посмотрим. Как минимум не в обычной скорости, на 2х может быть да. Но я честно каждый год пыталась это сделать. У меня есть съемки, которые вы видите сейчас на экране, когда я пыталась их переставлять на полках, или когда я их перекладывала в какое-то новое место, или когда я их, не знаю, мыла и мыла их одежду, переодевала их, в надежде, что ну вот сейчас, еще пару дней, и я как все сниму и обязательно все выложу, но в итоге что-то шло не так. И вот под конец года мне пришла вдохновенная идея. А зачем томить людей и выкладывать ролик раз в год, если я могу сделать так, чтобы каждый, кто захотел увидеть мою коллекцию и не мог прийти бы ко мне в гости домой, мог бы покрутить каждую мою куклу и рассматривать ее так долго, как ему хочется. Поэтому, если вы еще этого не увидели, то у меня на канале появился плейлист под названием «Моя коллекция кукол поштучно». В чем его прикол? Что вы можете в любой момент, как шорт, пролистать моих кукол, и если какая-то понравится, остановиться на ней, она будет крутиться, вы будете видеть ее с любого нужного вам ракурса, останавливать, когда вам надо, увидеть ее в одежде, увидеть ее без одежды, потому что кому-то, как мне, возможно, очень важно, а что находится, какие шарниры, да, внизу я подписываю, какая головешка, какое тело, примерно, да, потому что некоторых кукол, чтобы их разнообразить, я делаю гибридами, можно сказать, и в самом конце шорт я ставлю эту куклу в коробке, чтобы, ну, если вам прям капец надо ее найти, что, ну, вот прям вообще вопросов никаких не оставалось. Резюмируем. Сейчас вы увидите тех кукол, которые собрались в моей коллекции до 31 декабря 2023 года. Мы пробежимся по ним очень быстро, если вы захотите более серьезно просмотреть эту куклу. Плейлист моей куклы поштучно ждет вас. В крайнем случае, комментарии к этому видео всегда открыты для вас, я отвечу на любой вопрос. Ну и, собственно, давайте приступим к тому, чего вы, на самом деле, так долго ждали. Что-то, начнем с моего рабочего стола. Здесь у меня есть два изляшки, которых мы открыли на стриме, потому что я думала, что обзоров на кукол я больше никогда не буду в жизни делать, а открыть мне их хотелось. Здесь у меня Аннабельский лектор. Сверху у меня есть единорожка из Пупси Слайм Сюрпрайз. Здесь единственные и неповторимые Дьюс, Анек и Офра. Монстр Хайны и Дьюс и Аперетта. Чуть повыше у меня, да, вот отсылки, что я немножко ютубер. Мне подарили Арчимару, я так люблю Арчимару. Дракулаура в Эмпайр Харт, Фрэнки Штейн Стичтен Стайл, Барби Силкстон из Праги, Джей Долга от Империи Кукол, Мизи Джангл, моя единственная, Интегрити. И вот тут вот есть Курн Соня. Еще выше это куколки, которые ждут обзора, уже не могу дождаться открытия Диснея или Форевер. Есть Клод Вульф, кстати, мой первый. В G1 он мне не нравился совсем. Есть Стайл Байя Кензи, это плоская куколка. Есть Эбби Бамин Нейбл G3. Юник Айс есть, Куибан, шикарная. Тед Лассо Барби, блин, он просто шикарен, ребята. Фроузен Эльза, вообще совершенно случайно на нее наткнулась, причем в Израиле. И Уиш, которую я привезла из поездки. Далее ее зовут, больше всех мне нравится из Уиш, если честно. Да, я коллекционирую еще музыкальные инструменты, если кто не знает, у меня и музыкальный канал. Если я на Ангел Вилле, заглядывайте, я пою. Сверху у меня тоже ожидают обзора, прям очень хочу их открыть, прям не могу уже удержаться. О май гад фирс свэг и Рейнбоу Хай аппетиточка на низеньком теле. Блю Брукс ее зовут. Бабл Трабл у меня здесь стоит. И слева Secret Crash Sunday Swirl. В этой части комнаты у меня вот стоит шкафчик, единственный, на котором нормально, по сути, стоят куклы. И о, гитара, какая неожиданность. Давайте сначала пройдем по полочкам. Вот у меня есть большая братца Ясмин. Единственная стайлинг хэд, потому что здесь, как видите, у нее полностью есть нормальное тело. Руби Джейд. Очень люблю Рейнбоу Хай, как оказалось, раньше не любила. Вот эта кукла посередине, это не просто кукла. Моя подруга Радисковод, которая шикарно вяжет, решила связать мне меня и моего кота Магнуса. За ней Magic Mixis, они потрясающие. У меня еще вот такая нераспакованная есть. Тут есть Flutter by Fairy. Ну и тут задесались Лолы, там вот животные, маленькие, большие, разные. Тут еще есть волосатая птица без ног, которую мне дядя на бложке нашел. И есть еще вот два таких вот Лола. Мальчик и девочка, я на их счет еще не очень уверена, но пока пусть будут тут. На нижней полке вот у нас тату Таня. Тонеры. Лолипоп Girls. Гейвин Эмил Роуз из Мокси Тинс. Ливин Дэд Долл с Харли Квин. Одна из подделок, которых я до сих пор очень люблю. Еще прикольная подделка. Блайс Салика. Биржу Анна потрясающая. Ванилопа, любимочка моя. Ладида. Йоко из Шибаджуку Горлс. Дива Старс. И еще тут в уголочке стоит огроменная Барби, про которую я вам рассказывала, чтобы мне ее отдали. И вот такой вот Чубака. Ангель Виль Той. Теперь большая часть моих кукол находится по коробочкам. Места особо нет, поэтому выбора как бы тоже особо нет. Но, как по мне, для них это пока что лучший исход, чем их впихивать просто в какой-то шкаф непонятный. А тут в 15-сантиметровых контейнерах их довольно легко рассмотреть и достать при необходимости. Коробка с тряпичными куклами. Неопознанная тряпичка 1. На-на-на-сурпрайз. Китаяночки с разных мест, с разного времени, сплошинок. Это ужасно лысеет, помогите. Приходится в кульке держать, иначе все в волосах, прям все. Неопознанная тряпичка 2. Коробка эверяшек и головастиков. Красотки Бродзиллос. Мокси-мальчик. И три Мокси-девочки на одинаковых телах, но для двух других я тела уже давно подобрала. В голове еще бы их найти теперь. Также есть сладкая Мокси-малышка. Два мужика из Эверафтера. Оба прекрасны. Твайлайт Тинз. Все думала сюда или в Монстр Хай, но поняла, что сюда по формам лиц подходят больше. Любимые Эверафтер Хай. Некоторые из них прям максимально интересного для меня строения. Две коробки по брату. Кратц я очень люблю. Мои девочки. И еще мои девочки. Если кто печется за дафну из куклополок, нет, она никуда не пропала. Она пока проживает в форме головешки. Трое разных прекрасных мужчин. Официально брат с китс у меня эти двое. Но эти найденыши тоже не дают мне покоя, поэтому пока оберегу их у себя. У Бэйбис вообще куча всего интересного. Лил Энджелс это просто любовь. Эти двух держу тесто, потому что не могу найти идеальную уменьшенную версию братс, которая мне бы понравилась. Ни мальчика, ни девочку. Итси-битси просто божественные. А еще купила на пробу такой брелок Джейд с Аликой. И теперь жалею, потому что не могу найти Ясмин и Хлою. Хочу прям всех. Коробка всяких глазастиков. One's Upon a Zombie. Проект MC2. Лысые рифки. Кто не в курсах, люблю. Лысых кукол с прорисованными волосами. Диси всякие разные. Она очень клевая, но из минусов. Постоянно закидывает голову и разваливается. Игровые барби-аниме. Я бы всех вообще собрала, они все прикольные. Звездная принцесса Комет. Красотка Ора из Мир Мэйс. Регал Академи. Уитчи, друзья ангелов. На абсолютно одинаковых телах девочки находятся. Но закроем на это глаза. Это же две разные линейки кукол. Две коробки по Монстр Хайи, забитые просто под завязку. С ними есть две Мистикс, Зомби и Рококо. Две виниловые фигурки. Я не прочь их когда-то собрать всех. Их довольно много, так что давайте по цветам. Розовые, желто-оранжево-золотые, бежево-коричневые. С подделкой на хита, которая мне нравится даже больше, чем сам хит. Голубые и синие. Зеленые. Фиолетовые. Худи вудине оригинальный, подарок подписчицы, но как по мне, не хуже. Ну и кто остался там? Белый, серый, черный и такое. Вторая Вайдона. Подделка с довольно ужасным качеством волос. Но почему-то я чувствую, что не могу ее никому отдать. И оставляю в коллекции. Самыми недопонятыми себя чувствуют самые большие куклы. Потому что я про них даже забыла, пока снимала. Их не так уж и много. Все-таки я больше по формату 1х6. Но эти чем-то зацепили. Коробка, скажем так, нетипичных барби. С цветными волосами. Скажем так, нормальные. И еще парочка. Ну и нестандартные. Самую большую вы уже видели. Она как будто даже не влазит в кадр. Коробка с типа стереотипными барби, скажем так. Вот они сами барбехи. Есть еще вот такие варианты. Коробочка всяких штайфи. Обычная на теле номер 1 с лицом номер 1. Обычная на теле номер 2 с лицом номер 2. Обычная на шарнирном теле с лицом номер 3. Беременная с лицом номер 3. Русалка с лицом номер 3. 1, 2, 3 это условно я называю. Я не знаю, что там было первым, что последним. Ее мужик Майк. Две Сюзи. Шарнирная и не шарнирная. Две Синди. Другой вариант Синди снизу. Петра сверху. Снизу Макси от Хасбора. Сверху фэшн корнер от Лаки. Это вроде бы тоже, но если нет, то поправьте в комментариях. Чисто мужицкая коробка. Большинство, боюсь, и не упомню. Они тут из самых разных категорий. Но кого что интересует, свое, думаю, увидят и без меня. Коробка Майсинок и всяких тут разных. Повесли Американ Ток Модель. Дешманская русалка с бложки. Ее волосы просто не было возможно спасти. Я обрезала, чтобы хотя бы, не знаю, более-менее нормально выглядело. Либо перепрошью, либо на это тело какую-то интересную другую подделочку. Ребятки с Кэмп Рока. Вообще, стоило бы их к Диснею добавить, но нет. Замызганная беременная Дефа Люси. Проволочная куколка. Винтажное нечто, покорившее мое сердечко. Кто знает, что это. Мэйд ин Гонконг. А вы знаете кто-нибудь? Сзади чек-бутик написано. Парадийская Джакс. У кого-то это кукла-модель для пошива одежды, а у меня она Воин. Калисто из Best Friends Club. Кимани Pretty Girls. Роликовая маясинка, обычная и пересаженная на тело, которая позволяет запросто менять головы. Но мы этого делать не будем. Это чисто для коллекционерского интереса. Также есть такие мини-маясинки из Макдональдса. Коробка диснеевских принцесс. Аврора. Алису сейчас на полку поставлю. Она в коробке была, пока я распределяла, где кто. Хазборовские Юджин и Рапунцель. Вот такие еще Юджина и Рапунцель. Юджину надо вернуть это тело моему Филиппу Барбировки. Я как на куклополке забрыла лет сколько, 6-7 назад. И так и не возвращала. Точно еще одна Рапунцель. Ариэль и Эрик. Анна и Кристоф. Немножко не по размеру, правда. Вот такие Белль. Моана с бложки. Это ее жизнь потрепала, а не я. Жасмин от Симбы. Больше никакая Жасмин меня так не влюбляет в себя, как она. Мулан. Ингриды, которая зачем-то старела ее одежду, надо будет переодеть. Диснеевские не принцессы. Фей. Круэлла, Урсула, королева червей. Королева у меня тоже сейчас будет стоять на столе. Она слишком шикарна, чтобы быть в коробке. А Урсула своими щупальцами вообще все пространство занимает. Невозможно к ней никого доложить. Диснеевские мужчины, кстати, кому интересно, я Аладдина не очень люблю, так что Джин уже захапал себе мою Жасмин. Наследники Дисней. Ким Поссибл, одна вообще из любимых кукол в коллекции. Джесси и Вуди. Был еще вариант и Вуди, и Джесси, таких полутипичных. Я почему-то подумала, что, наверное, им некомфортно в моей коллекции и не формат. Продала, теперь жалею. И такая умная мадама из суперсемейки, если помните такую. Коробка с подростками. Злючка из Strawberry Shortcake. Ellie Edge. Вообще, это Барби Русалка, но в той коробке, как по мне, совсем не формат. Тумпелина, как бы, из той же оперы. Милый Головастик. Дэми Аниме. Лика. Лелия Долл. Hello Kitty Club. Она обалденная. Я даже ее подставку храню, а обычно я выкидываю все подставки. Best Friends Forever от МГА. Юки Снепстар. Кьюти С Бэйби Клаб. Винкс. Тайни Таус Луна Юникорн. Кейв Клаб. Подделка на сонь. Крейтабл Уолд, она очень крутой. My Little Pony. Шарнирка, не шарнирка. Есть еще совсем малюточка. Пинки Купер, она прекрасна. Оригинальная Нови Старс и две подделочки. Коробка чего-то между куклами и фигурками. Бетти Спагетти и две настолько дешманские подделки, что они даже стоя просто разваливаются. Алиса знает, что делать. Powerpuff Girls. Каролина Салика, хочу еще ее второй вариант с другим лицом. И Ла-Ла Лукси. Дети и маленькие куколки. Тоже меньше мой формат, поэтому, увы, в большинстве случаев они просто грустят в коробке. Я храню еще несколько дам эпохи, хоть фарфорки это и не по моей части. А, еще есть коробка с такими поломышами. Кто достался с поломанной ногой, кто-то с поломанным ухом. У кого-то голова держалась на соплях, в итоге отлетела. В общем, надеюсь, что в этом году, наконец-то, руки доберутся и я смогу их починить. Коробка фигурок 1 на 6, отлично ладящих с куклами. Брутальные мужчины. Милые дамы. И две аниме-фигурки. И напоследок фигурки Inside Out. Тут прям очень не хватает дисгаз зелененькой. Зверополис, они прекрасны. Соника и его друзья. Вот эта линейка прям лучшая из всех, которые когда-либо выходили по Сонику, не считая Наклза, у меня оттуда. Мне оттуда нужны просто все, кроме Эггмана. Эггмана какой-то не очень. Ну и напоследок все животные, которых я решила сохранить в качестве кукольных питомцев. Ну что ж, вот такое вот видео у нас получилось. Надеюсь, что вам было комфортно его смотреть. И такой формат вам подходит. Обязательно оставляйте свой фидбук в комментариях, что-то я имела в виду. Как я буду показывать вам свою коллекцию в 2024 году. Ну а пока что, любите игрушки, живите в сказки и верьте в чудо. Не забывайте, что каждую куклу отдельно можно посмотреть в плейлисте «Коллекция моих кукол поштучно». И мы увидимся с вами очень скоро в новых видео. Пока. Да, я-то сделала, я-то сделала, что-то...